В Челябинске прошла премия для юных талантов Андрюша. В прошлом году гала-концерт был отменен из-за пандемии. И сегодня на сцене встретились лауреаты сразу двух лет. Всего в конкурсе приняли участие более трех тысяч детей. Победители и педагоги отправятся в творческие поездки по России, познакомятся с известными артистами. Кто получил такую возможность, расскажет Галина Алексеева. Жил-был мальчик по имени Андрюша. Детские рисунки рассказывают о предназначении мальчика – зажигать талантливые звездочки. С этой сказки начинается каждая премия для юных талантов в сфере искусства – Андрюша. Конкурс посвящен памяти Андрея Жаботинского – талантливого челябинского ребенка, который увлекался живописью, вокалом и танцами, но рано ушел из жизни. В этом году творческое состязание проходит в Челябинске уже 12-й раз. Спасибо, Андрюша. Своей миссией он вдохновляет нас, напоминая о том, что каждый из нас может стать немного волшебником. Премия – ежегодное событие фонда «Андрюша». Участие в ней бесплатное. Главная цель – раскрыть таланты детей в разных сферах искусства. Актерское мастерство, танцы, вокал и живопись. Каролина Старцева из Копейска участвует в премии уже пятый год. В прошлом году девочка впервые стала лауреатом в номинации «Академический вокал». Всех своих победителей детский фонд «Андрюша» творчески сопровождает и после конкурса. Я прошла там такие курсы, там был итальянский язык, это вот в культурном центре. Также вокал, со мной занимались над произведениями, над стилем барокко, на романсами. Каролина выступает сегодня за двоих, за себя и за свою подругу Настю, с которой разделила номинацию лауреата. У Анастасии проблемы со здоровьем, но это не мешает ей петь и завоевывать награды. Одна из задач премии «Андрюша» – помогать талантливым детям, которые оказались в сложной ситуации. Вообще фонд «Андрюша» имеет большое значение для культурной жизни Челябинской области, вносит свой вклад в развитие культуры и благотворительности. Талантливым детям выпадает шанс выйти на сцену вместе с именитыми артистами. Бессменный ведущий премии и партнер фонда Александр Олешко. Ежегодно в жюри пианист, народный артист России Юрий Розум и оперный певец Игорь Монаширов. Они идут в музыку, они идут в песни, в танцы, в живопись, в театр. И вырастает совершенно другое поколение, такое поколение, которое нужно нашей стране. Один из представителей такого поколения – Александр Журавский, лауреат 2021 года. Саша поет сегодня дуэтом с оперным певцом, учеником «Луча на повороте» Игорем Монашировым. «Мальчик очень ответственный, он ждал, когда я приду к репетирую, он волновался очень. Поэтому все дети талантливые, которые хотят развиваться и достичь каких-то высот, они все отличаются каким-то набором качеств. За два года в конкурсе приняли участие более трех тысяч детей. Проект – программа поддержки одаренных в сфере искусства детей и педагогов Челябинской области получил поддержку фонда президентских грантов в размере почти трех миллионов рублей. Галина Алексеева, Николай Махиня, Вести, Южный Урал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова